Друзья, всем привет! Сегодня я опять нахожусь около светофора Собираюсь его посетить Дело в том, что я даже не ожидал, что ролик со светофором, наш последний, наберет столько просмотров И так заинтересует наших подписчиков Дело в том, что у нас существует канал на ютубе, который называется Секреты Шопинга На котором мы почти три года снимали обзоры наших магазинов светофоров и маяков нашего города Новосибирска Так что напишите, пожалуйста, в комментариях, кому будет еще интересна эта тема Постараемся заезжать, посещать светофоры, делать такие небольшие обзоры, новинок и так далее А мы заходим и продолжим нашу тему Обзор нашего светофора, которое находится в село Вертула Начну свой обзор с ламп Это вот такая фитолампа, сезонный товар Фитолампа это для растений, которая горит фиолетовым светом на 10 ватт И стоит она 258 рублей Также в продаже светодиодные лампы, вот такие для светильников, 52 рубля Нас постоянно спрашивают, какими светильниками пользуемся для подсветки стеллажей Вот показываю Кстати, они сейчас стали стоить 197 рублей Это 40 ватт Раньше мы их брали за 230, цена даже немножко упала Появилась вот такая классная новинка, люстра светодиодная Смотрите, она не такая большая в размерах, но вот как для прихожей, для маленькой комнаты Вполне так себе сойдет 748 рублей, извиняюсь Также очень интересная вот новинка Смеситель для кухни Вернее, они были такие Были уже давненько И стоили немножко дороже Сейчас они 700 рублей стоят По качеству ничего не могу сказать Кто брал, можете написать в комментариях Может кому-то будет интересно Удлинитель силовой, 20 метров Брал вот такую штуку я для своего триммера Чтобы косить газоны Все ничего Вполне себе такой выдерживает Но вот этот элемент То есть сама вилка Она недостаточно надежная Практически сразу же вышла из строя Вот такая декоративная панель 30 сантиметров на 30 Которая стоит 168 рублей К сожалению, остался только один вид Насколько я помню, были и серебряные И какие-то цветные Вот для украшения Это самоклеящаяся Вот такая декоративная плиточка Или мозаичка, как ее назвать 168 рублей Вот вижу новый привоз Вот такой дачный стульчик или кресло Пока еще цены нету Девчонки не успели Все еще повесить ценник Ну вот такие стулья Они постоянно в продаже Единственная их разница Они бывают Затянутой кожей и материалом Это материал Насколько я вижу Здесь два цвета Цена его 1053 рубля Также дачные столики Раньше их называли Торговыми столиками Вот такой Цена его 1160 рублей А, вот еще вижу один цвет стульев Получается цвет Бирюзовый Цвет зеленки Так, вот это кресло Подвесное Кресло-качалка Или как оно называется Сейчас почитаем Подвесное, да Насколько я помню Это вот сам держатель Затем идет Такое плетеное кресло И По-моему Есть еще на него подушка 9800 Дороговато, конечно Но это Как сказать-то Роскошь Так, где-то здесь еще столик Вот я вижу Журнальный Небольшой Такой круглый Цену искать не буду Это все, что есть из мебели Также магазин Светофор Очень часто привозят комоды Затем Были небольшие раздевалки Насколько я помню Полочки Стеллажи Все это бывает в магазинах Также недавно появился в продаже Детский велосипед Вот такой Четырехколесный То есть два колеса больших И два маленьких Здесь синий Но по-моему были другого цвета Да, вот Кстати Есть красный 4123 рубля Такие велосипедики Это в первый раз привозят Самокаты были Велосипеда нет Машинка такая Которая толкается ножками 1000 рублей 90 Слишком много игрушек Показывать не буду Но все знают Что в каждом магазине Светофор и маяк Что-то есть для ребятишек Чтобы они С охотой ходили в магазин Вот такой небольшой Скейт Потому как детей Если с собой брать магазин То они всегда что-то выпрашивают Вот мячи, кстати, на лето Мяч футбольный 10,3 рубля Что еще у нас из хозяйственных товаров есть? Мешки для мусора Покажу заодно С завязками Чуть подороже Сушилка для белья Напольная 749 рублей Почти И вот такие полочки Не знаю, как она выглядит На самом деле Это для ванной комнаты 1447 рублей И вот такая Обуная полочка Я так понимаю Обуная Нет, это прямо раздевалка То есть здесь есть и вешалка И для обуви Вот такая небольшая Вешалка в прихожую Так скажем Полка для обуви 5 ярусов С металлической вешалкой 953 рубля 50 копеек Ну а что касается саморезов Здесь практически всегда Один и тот же размер Это саморезы по дереву Брал не раз Намного дешевле Скажу я вам Чем в больших магазинах Крепежей Либо в том же Леруа Мерлен 283 рубля Всего стоит такая опаковка Леруа Мерлен Она будет стоить Примерно 350-380 рублей Это так и по памяти говорю А ну здесь товары Для автомобиля пошли Такие подушечки Подголовники Для сидения 171 рубль Дальше щетка Я не знаю Сейчас уже нужна нам щетка Или нет Думаю что уже Надеюсь что не пригодится Вот такая Единственный ее недостаток Я брал Вот эта ручка Которая мягкая Она крутится в руке Масло Постоянно масло Здесь в продаже Почему-то 10 В40 Самая популярная 5 В40 Она практически Здесь не бывает Светофорий Но однако же Это небольшая цена Для 4 литров Это у нас тоже Обычно сезонный Такой товар Провода для запуска Автомобиля То есть Прикуриватель 230 рублей Также здесь есть Накидки для сидушек Для сидений нашего автомобиля В двух цветах Синие И бежевые Это раньше называлось Чудо-тряпка Либо замша Для машины Для уборки в машине Дворники Резиновые Здесь не силикон Естественно резина Потому что не стоит Не так дорого Но кстати На сезон хватает То есть сезон Либо весна Либо осень Опять же Как они попадут Бывает попадают Что и месяц и два Гоняет грязь А бывает Что через неделю Она уже слетает Эта резинка И начинает шоркать Но зато цена Ее всего 81 рубль 50 копеек Это недорого Это вам не 300 Не 400 рублей За щетку Если вы Готовы Менять такие щетки Несколько раз За сезон То можно брать Подновили ассортимент Кустов роз Саженцев Не только розы Да действительно Тут еще и саженцы Ассортимент увеличился В два раза И луковиц Вот такое большое количество Сейчас Так что здесь саженцы Рос 134 рубля И вот такие недорогие Сезонные мангалы Одноразовые Можно сказать 423 рубля Также появился Лук-сивок Цена его Лук-сивок Так что Гарн Тян 170 рублей Так ну давайте посмотрим Кое-что из посуды Что у нас На сегодня В светофоре Из посуды Так вот Какая-то интересная Сковорода Дороговато Конечно А чугун Она тяжеленная Я ее поднять даже не могу Потому такая дорогая Не знаю для чего она Вот это другое дело Легкая Удобненькая Без крышки 828 рублей Кружка эмалированная 190 рублей Почти Дальше Керамика идет Вот такая миска Нержавеющая Дальше у нас Тарелочки Вот такие Глубокие тарелки Терки Так чайник Чайник вообще Можно сказать Дормовой 739 рублей Сейчас мы его Достанем Вот такой Такой чайник у меня Работал На моменте ремонта Когда я делал ремонт Сам чайник Работал хорошо Но вот этот контакт Вот здесь Вот здесь Он подгорел Пришлось его ремонтировать Но после ремонта Чайник До сих пор Продолжает Продолжает Еще работать То есть То есть Есть ли какая-то Времянка Там Или вам нужно На дачу Куда-то То вполне Такой рабочий Чайник Так Плита 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 газовая Это тоже Сезонный Такой сезонный Товар Который нужен Плита газовая Цена ее 978 рублей Почти Баллона к сожалению Не продают Баллоны я не вижу Дальше Коврики В прихожую Кашпо 188 рублей На 10 литров На 3,6 88 рублей Насадки На газовые Баллончики Стали вот такие Они эти Сейчас Помню раньше Они были такие Ну хлебенькие А сейчас прям Солидные Это гибкое стекло На стол На столешницу 286 рублей Цвета разные Между прочим Приятные цвета Не яркие Не пятнистые А вот кстати И сам газ Вместе с насадками Газ который Для газовых плит Который до этого Я вам показывал 85 рублей 220 грамм Вот такая панель Самоклеющаяся 77 на 70 И стоит 75 рублей 70 Одного цвета Такие белые кирпичики А вот нашел А вот нашел кстати Цена Складное Пружинное Туристическое Кресло На 120 Килограмм Стоит 983 рубля 30 копеек По-моему 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 вообще хорошо За 8 килограмм В больших емкостях Порошок Порошок Кондиционер Моющие средства Все это в больших емкостях Вот еще подойду К стиральному порошку 4 килограмма 217 рублей 9 килограмм 400 рублей И опять же Кондиционер Для бедья В 5 литровых канистрах 193 рубля Еще раз скажу Если вам интересна Интересна эта тема О светофорах Я буду по возможности Заезжать Снимать Записывать И вам рассказывать Оо всех новинках О светофорах В нашем городе Поэтому пишите Свои комментарии У меня на этом все Всего вам хорошего Будьте здоровы И до новых встреч